Дмитрий Демешин Дмитрий Демешин А теперь и во всем более подробно. Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин побывал в Чите. После приема граждан на коллегии были обсуждены ряд важных вопросов. В частности, проблемы, которые всегда в эфире телекомпании ЗАПТВ. Подробнее Вячеслав Бортницкий. Разбор главных проблем, последовавших за обсуждением мер после паводков. Замгенпрокурора страны наступил на больные мозоли края. Грязный воздух и мусор. Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами. Ненадлежащим образом в регионе организовано выполнение этой президентской программы. Кроме этого, это еще и увезано, конечно, и с экологическими проблемами. В крае всего лишь один объект, который предназначен для размещения ТКО, полигон ТКО в Краснокаменске. Прокуроры, я вижу вашу отчетность, более 300 актов реагирования, больше 30 свалок ликвидировано. Понятно, что в основном это компетенция муниципалов. И это нарушение 131-го федерального закона, что сельские поселения, главы районов Казахстана не инициативно, самостоятельно не занимаются этими вопросами. Что вы делаете и каков ваш спрос с органов контроля, как муниципального контроля, так и служб Роспотребнадзора, которые должны заниматься этим? К сожалению, мы вынуждены констатировать, что на сегодняшний день региональный оператор «Аллерон Плюс» работает недостаточно эффективно. Мы это увидели и на своих приемах, когда принимали, и мы тоже, когда выезжаем в районы, тоже сталкиваемся с этой ситуацией. Когда люди не могут на нормальных условиях, и платя деньги оператору, получить доступную услугу. Но по всем фактам, выявленным, принимаются меры прокурорского реагирования, в том числе и на уровне муниципалитетов. И у нас были непосредственно, неоднократно применялись меры административного воздействия в отношении самого регионального оператора. Максим Ильич, недостаточно эти меры по той простой причине, которая наглядно население не защищено. У вас продолжаются системные нарушения. Я видел, что вы приняли меры организационного характера, вы докладывали о проведенном совместно с Байкальским и Амурским природоохранными прокурорами Межведомственного совещания. Вы выработали меры, это действительно все произошло. Но люди не видят результат. И один из этих результатов – это высочайший уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Жители города Читы дышат воздухом, в котором диоксид азота, формальдегид, фенол в 3-10 раз превышает нормативное значение в отдельные дни. Это ваша степень ответственности вместе с органами Росприроднадзора, вместе с природоохранными прокурорами. Да, в том числе это обусловлено печным отоплением жителей Росприроднадзора, но здесь это компилируется с поручением президента о всеобщей казификации и с принятием организационных мер к тому, чтобы мы ушли от печи, которые загрязняют воздух из столичного города для Байкальского края. Не только печное отопление, но мы столкнулись с таким фактом, что имеют место, когда отдельные владельцы маленьких котельных, они занижают для того, чтобы показать меньший выброс в атмосферу воздуха. Значит, берут заниженные липовые справки, значит, о том, что у них выбросы соответствуют нормативам. Значит, у нас возбуждено несколько уголовных дел по данному факту, приняты меры административного воздействия, дисциплинарного. Мы эту работу не понимаем, что это еще, в принципе, недостаточно, но... Ну, это проекция на общество должна этих вопросов быть тогда. Тогда правовая пропаганда должна быть, чтобы люди понимали, что, идя криминальным путем, они ничего не добьются. Только усугубят ситуацию, как свою персональную, понеся за это ответственность, так и ситуацию с чистотой города. Хорошо, не пустя, доработали. По итогу коллегии перед прокуратурой и чиновниками края стоит непростая задача – выработать решение проблем с мусором и загрязнением воздуха, которые действительно изменят ситуацию к лучшему. Довести мусорную реформу до ума и победить смог в городе зимой не могут годами. Ни министры, ни многочисленные собрания всех причастных. Да и губернатор как-то уже не поднимает эту тему. Теперь газифицировать край и организовывать выполнение мусорной реформы предстоит прокуратуре. Дмитрий Демишин будет ждать доклад. Что же в нем будет? Может быть, все-таки региональных операторов станет несколько. Общественники давно продвигают концепцию конкуренции в сфере обращения с ТКО. В принципе, как и план газификации Забайкальского края. Вячеслав Батницкий, Николай Шунков, ЗАП-ТВ. Нелепые порочащие чести и достоинства независимого телеканала ЗАП-ТВ заявления директора федерального канала ГТРК Чита Игоря Кунгурова вызывают в первую очередь недоумение. В чем причина нападок со стороны представителя официального средства массовой информации? Разбирались наши корреспонденты. Каждый раз, когда вы видите кадры новостных выпусков с таким вот значком в правом верхнем углу экрана, знаете, что перед вашим вниманием не журналистская работа с целью рассказать о случившемся, а рупор краевой власти. То, что она хочет показать народу. А вы нашу власть знаете, она лакирует свою работу до такого блеска, что начинаешь сомневаться, в той ли реальности ты вообще живешь. Вот и получается, что федеральный канал рассказывает о благопробеге железнодорожников и прозрачности предстоящих выборов. О нашей телекомпании, о затопленных деревнях и падающих домах. Здравствуйте, смотрел местный телеканал ЗАП-ТВ на днях. Там плохо отзываются о российской вакцине «Спутник». Призывают закупать за границей. Можно ли верить данному медиа? Это отрывок интервью с вице-премьером правительства Забайкальского края Андреем Гурулевым, где директор телеканала, по совместительству еще и ведущий, выносит в прямой эфир непроверенные сведения якобы от лица зрителей. Есть писанные и неписанные правила работы корреспондентов. В прямом эфире некоторые вещи недопустимы даже для студента-первокурсника, не говоря уже об беспреувеличении мэтре Забайкальской журналистики. Здесь только одно предположение, что кто-то очень настоятельно попросил директора официального телеканала, на котором, по идее, должна быть только точная, выверенная информация, озвучить то, что прозвучало. Нам бы хотелось получить какие-то комментарии, пояснения по поводу вчерашнего заявления, которое прошли в прямом эфире. А какие заявления прошли? По поводу того, что якобы ЗАП-ТВ вступает против российской вакцины «Спутник». Это был вопрос, который зачитали, который пришел от телезрителя. Никаких заявлений там не было. Юрий Геннадь, если бы пришло письмо от зрителя «Давайте сожгем полчиты», вы бы тоже его озвучили? Если какие-то моменты, чисто профессиональные, нельзя же такие вещи говорить, тем более вы прекрасно знаете, что это неправда. Ну почему неправда? Вот тебе, дедушка, и Юрий в день. Коллегам поясняем, мы свою правоту отстаиваем и вполне успешно в суде, а также в бесконечных проверках заинтересованных органов. Проще говоря, мы за свои слова отвечаем всегда. И нет, мы не противопоставляем себя власти или отдельным правительственным структурам. Мы указываем на выпиющее нарушение или недоработки у действующей власти края. С единственной целью – улучшить жизнь забайкальцев. Может быть, это какая-то попытка вызвать сомнения в достоверности сведений телеканала, но на самом деле эта попытка выглядит в глазах телезрителя иначе. Она прямо акцентирует внимание на том, что спутник может быть неэффективным, неважно с какой подачи. То есть это не профессионализм, на мой взгляд. Все-таки люди доверяют государственному телевидению, смотрят его. Ну, вопрос о том, что действительно телеканал «Запт-ТВ» такой информации не выдавал и не мог выдавать. Так что же это и каких еще новостей нам ждать теперь? И не последуют ли в связи с этим какие-либо проверки? Но в любом случае юристы телеканала подготовили обращение во все заинтересованные структуры с требованием провести расследование и привлечь к ответственности и суду виновных. Оперативное совещание в правительстве региона. Заболеваемость коронавирусом снижается. И на первом плане в повестке обсуждения уже давно паводки. А скорее то, как избежать жертв, ущерба и как восстановить утраченное Тамара Ванфули. О темпах выплат пострадавшим и неготовых к учебному году в забайкальских школах. В июле этого года рост заболеваемости коронавирусом в три раза выше, чем в этом же месяце 2020-го. И вообще в целом за весь период пандемии. Однако уже три недели темпы заболеваемости снижаются, но остаются выше среднего показателя по России в 13 районах. Снижение заболеваемости позволило вернуть часть коек перепрофилированных под ковид больных в обычный режим работы. В штатный режим уже вернулся наркологический диспансер. Выводить из режима моностационара начали перинатальный центр и краевой госпиталь ветеранов войн. Коечный фонд на сегодня заполнен на 76%, из них 12% тяжелых пациентов. Уровень реки Алекма, как заявил Андрей Гурулев, сегодня не вызывает опасений. Под угрозой подтопления и в режиме повышенной готовности в ближайшие дни Тунгокочинский район, в частности вершина Дарасун. На эту территорию выехала комиссия для осмотра гидросооружений. А вот села Бушулеи, Урюм в Чернышевском районе, Деревцово в Шилопутинском районе, Верхняя Хила в Шилкинском и Правые Кумаки в Нерчинском районах до сих пор остаются частично или полностью отрезаны от внешнего мира. 28 человек уже неделю остаются в пунктах временного размещения. Из 12 тысяч пострадавших выплаты по 10 тысяч рублей получили только 5 тысяч человек. Я сегодня должен понимать, когда мы 12 выплатим по 10. Там ничего великого разбираться не надо. Там признан пострадавшим, все на этом. Там, где уже имущество, то другая тема, 50-100. По десятке мы должны за неделю закрыться. В непригодном для пребывания детей состоянии остаются школы и детские сады в пострадавших от паводков, а также и прошлогоднего шторма в населенных пунктах. Встал вопрос о поиске помещений для временного размещения детей к началу учебного года. Мне сейчас пишут, что 45 школ, Татьяна Владимировна, возможно эксплуатация с ограничениями. А главы районов докладывают совершенно другое. Поэтому сегодня к вечеру, что у нас часть школ, она вообще не готова к эксплуатации, потому что мало того, что крыша сдула, там все еще воздух дождем промочила до подвала и находятся в непригодном состоянии. Поэтому здесь два варианта. Первый – или мы восстанавливаем школы, или мы детей где-то размещаем для учебы. Из позитивного – выплаты родителям для подготовки детей в школу. 10 тысяч рублей на каждого ребенка, которому уже исполнилось 7 лет или еще 18, независимо от того, начали ли они посещать школу или уже окончили. Заявление, в том числе и на нескольких детей, подается в единственном экземпляре на портале Госуслуг. Прием заявлений ведется до 1 ноября. Выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста к 1 сентября начали перечислять в России накануне. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что 2 августа деньги выплатят на 17 миллионов детей. Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом 6 лет должно наступить до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше дата выхода указа. Также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжает обучение по общеобразовательным программам. Что касается 6 и 17-летних детей, то пособие полагается им, вне зависимости от факта обучения в школе, получить выплату можно только безналично. Минэкономразвитие Забайкальского края провел рейд по ресторанам и кафе Читы на соблюдении антиковидных мер. Сотрудники зафиксировали две незаконные свадьбы и пять банкетов. Об этом сообщается на сайте министерства. Всего с 26 по 30 июля в Чите проверили 769 объектов питания и торговли, выявлено 27 нарушений. Предприниматели не измеряют температуру тела сотрудников, покупатели магазинов и кафе не соблюдают социальную дистанцию. Вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Гурулев на заседание оперативного штаба посоветовал позвать в Сретенский район священника, заявив, что это проклятое место из-за частых происшествий. Вице-премьер рассказал, что ему поступила жалоба от жителей села Верхняя Куинга на нехватку питьевой воды. Представитель администрации Сретенского района опровергла эту информацию, заявив, что воду в достаточном количестве в село доставляют из села Дунаева. Она добавила, что в Верхней Куинге скважина есть, но сейчас она обесточена. Героический труд путейцев Забайкальской железной дороги по ремонту моста и восстановлению движения на Транссибе так по достоинству и неоцененный не проходит даром. Люди, работавшие по 20 часов, попадают в больницу, но там они не могут получить нормального лечения под угрозой жизни человека. Подробности в материале моих коллег. Как бы хотелось хоть на минуту стать волшебником, который может все, только не этим придуманным из сказки, а настоящим, как, например, президент или премьер, ну или на худой конец генеральный прокурор и помочь человеку, хотя бы одному, ему. Андрею Бродягину, путейцу по часам Чернышевской дистанции Забайкальской железной дороги, что после тяжелого труда по восстановлению железнодорожного моста на реке Арида слег с инсультом, фактически не получая медицинской помощи в должном объеме. Не ходите, не ходите, не х**йся. Когда рухнул мост на реке Арида, Андрея с бригады путейцев подняли по тревоге и отправили восстанавливать мост. Вот вы помните, Трансиб встал впервые за 50 лет. Главное, железнодорожная магистраль страны остановилась. Эта проблема обсуждалась даже на Совете Безопасности при президенте. Все ждали грома и молний, но в итоге только бросили несколько сотен работяг отрабатывать чьи-то промахи и халатность. Объем работ был вообще колоссально большой и народу было очень много. Даже не почитаю, сколько там народу. ПМСов столько много, два восстановительных поезда работало. И четный путь долго восстанавливали, потому что весь размыло нечетный путь. Героический труд – это когда в непогоду, по 15-20 часов посменно работать, под нервные крики многочисленных начальников. Краткий сон в палатке и потом снова на мост. Толком даже не помыться. Но сделали, победили, поезда пошли. Все облегченно вздохнули, а путицы вернулись по домам, где Андрея Бродягина, как говорят, вырубила. Медики диагностировали инсульты и поместили его в палату интенсивной терапии. Но в Сретенской центральной районной больнице, расположенной в поселке Какуй, нет возможности сделать КТ и вообще нет необходимых лекарств. На помощь пришли друзья и родственники. Мы дали список найти лекарства. Ну, то есть, типа в аптеке. А я тут весь день его искал. Его, оказывается, даже поставщики розничной сети не поставляют. Потому что это лекарство поставляется только в реанимацию, ну, в таких больницах. Как бы он в розничной продажи нет. Знакомым удалось-таки достать аналог необходимого лекарства. Здесь трудно обвинять медиков в больнице в Какуй. Скорее, наоборот, их благодарят, что спасли жизнь. Состояние его немножко улучшило. Стало средней тяжести. Будет пролежать в нашей больнице три недели. А ему что-нибудь можно? Может, лекарства или что-то еще какие-то? Вот я спросила, лекарства что-нибудь можно. Лекарства нет, все сказали, все есть. Ну, передачу какую-нибудь. А почему пермасты его не повезли? Ну, он был транспортабельный, он был тяжелый. Мы изменены в эту скорую работу его привозили. Сказали, вот тревожен, просто нельзя транспортировать. Мы с дороги погибли. Мало того, что об Андрея и других путейцах не расскажут официальные средства массовой информации. Начальник железной дороги не пожмет им руки за подвиг. Дай бог, чтобы хоть переработку оплатили, а не кинули вместо премии. Так и с лечением беда. Как скажется, этот инсульт на судьбе никто не знает. А у Андрея в Куинге жена и двое детей. Впрочем, выяснилось, что руководство Забжиды, что Минздрава одним миром мазаны. Человек им нужен для дела. Ему КТ нужно делать. КТ там не делать в Первомайске. Позвонил на горячую линию. Или как, вот сейчас мне объяснили, что это не горячая линия. Уже Министерство здравоохранения Забайкальского края. А контактный центр. Оставил там заявку. Почему? Вот человек туда, его госпитализировали, да, вот в ближайшую. И он находится там. По сути, лекарств нету, которых только я нашел на следующий день. КТ там сделать, ну, не могут. Я оставил заявку. Сегодня узнаю, говорю, вот заявка номер 609-559. 27-го числа 07-го в 15.01 мне ответили, что пациент госпитализирован в ПСУ номер 2 поселка Первомайск согласно маршрутизации. А на самом деле он все-то находится в какой лежит, в реанимации. Это не просто грустная история. Это просьба, запрос, требования, если хотите, во все заинтересованные ведомства от прокуратуры до Минздрава и лично господину Скачкову, начальнику Забайкальской железной дороги. У него сейчас брачные танцы с избирателями. Он особенно чуток к страданиям людей. Помогите не только морально, но и материально человеку, который, возможно, спас ваше кресло. Анжелика Понебрашина, Юрий Житлохин, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Чего стоят обещания первых лиц региона, данные, пусть и неоднократно, рядовому забайкальцу? Стоит ли надеяться на помощь власть имущих? Есть ли у нас настоящая власть? Разбирались наши корреспонденты. В народе живет святая уверенность, что если рассказать о своих проблемах кому повыше, предоставить нужные бумаги, пожаловаться, то лицо начальствующее непременно проникнется, и все проблемы будут решены. Вот у нас хоть поливода, она не уходит практически никогда. Когда дождя, она выступает еще больше. Картошку хранить зимой нам негде. Татьяне Кондусовой села Беклемешево удалось почти невозможное. Она со своими бедами трижды добивалась личного приема у губернатора Забайкальского края. Вот окна все вываливаются, все, значит, рухли, все это гниет. Сделать мы ничего своими силами не можем уже. Обращалась я в администрацию губернатора. Ну, вначале начала я обращаться к Ждановой, когда она была в 18-й год. Когда Жданова ушла, заступил Осипов. Осипова я уже была на приеме два раза у Александра Михайловича. Он обещал все это помочь. У Татьяны разваливается в буквальном смысле этого слова дом, в котором она проживает с мужем. Жить здесь, по ее мнению, невозможно. Но несколько лет назад у нее умерли родственники, оставив в Беклемешево еще один совхозный, то есть неприватизированный дом. Именно его она и просила отремонтировать вот уже четвертый год, демонстрируя руины своего нынешнего жилища многочисленным комиссиям. Приглядитесь, это незаваленный горизонт из-за неправильно установленной камеры, как выражается наш губернатор, а дугой покатые полы. Вот посмотрите, какие у нас полы. Все они шатаются, все они проваливаются. Все на все оболовицы наступило, и все они уходят туда. Вот здесь большая яма, которую мы закрываем ее. А вот мы запенивали здесь, потому что сюда идут сквозные дыры. Насквозь идут, прямо туда выходят. Вот здесь вот у нас просто залеплена просто одной бумажкой, которую я хотела бы вам показать. Я здесь заклею ее. Просто заклеено бинтами все. Вот так вот сделаю. Это все по пьемаши. Вот она. Все валится, все рушится, все сыплется. Губернаторы наши прониклись бедами Татьяны, обещали помощь. Вот только масштаб менялся. Комиссия при Наталии Ждановой оценила ремонт дома в миллион двести тысяч, а от Александра Осипова получили чуть более двухсот тысяч рублей, заявив, что капитальный ремонт – это лишнее, достаточное и косметического. Впрочем, результат один и тот же. Денег нет. Власть просто продемонстрировала вялые намерения, мнимую заботу, дабы отбить у людей желание тревожить наших губернаторов по пустякам. Когда мы просили с юбилейной улицы, вот сюда хотели перекочевать, потому что здесь маленечко полы повыше. И ремонт на сметы составлялась на эту квартиру. Вот посмотрите, какие окна. Какой здесь может быть ремонт косметический, когда здесь нужно капитально все делать. Вот это все вываливаться, все окна, все рамы. Как наши правители, как наш губернатор Осипов ничего не видит, почему он дает указания и ничего не делается. Александр Михайлович, я вас очень прошу, обратите, пожалуйста, внимание. Я была уже столько у министров обошла, и толку никакого нет. Обратите на нас внимание. Так жить нельзя. Так жить нельзя. Какой смысл пройти все препоны, чтобы прорваться со своей бедой к главе региона, получить заверение о помощи и продолжать жить в сыром и гнилом доме, и, надеясь, что отремонтируют другой, не менее гнилой. В чем тогда смысл существования нашей власти? Анжелика Понебрашина, Юрий Житлухин, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. Делать добрые дела – это значит жить. Быть настоящим человеком, которому не чужды слова «помогать», «боль» или «отчаяние». Эти слова не о ком-то, не про кого-то чужого, а про нас, про каждого из нас. Только вместе мы можем многое преодолеть, а самое главное – кому-то помочь. Сострадать и сопереживать – это те главные слова, которые каждый из нас должен знать еще с самого детства. Ведь только помогая и участвуя в чьей-то жизни мы можем говорить о здоровом обществе. Протянуть кому-то руку помощи в таком огромном мире – казалось бы, незаметный, но такой важный шаг. Именно ваша поддержка может стать ключевой для какого-то одного человека, будь то взрослый или совсем маленький ребенок. Благодаря фонду «Спасательный круг» у нас есть реальная возможность помогать нашим землякам – забайкальцам. Одной большой командой мы должны сражаться со злом, чьей-то болезнью, которая способна унести целую жизнь. Помочь так просто – взять телефон, зайти на сайт фонда или отправить смс с абсолютно любой суммой пожертвования. Телеканал «Запт-ТВ» и благотворительный фонд «Спасательный круг» запускают новую акцию «Помоги ближнему». Каждую неделю мы будем направлять собранные средства нуждающимся в этом забайкальцам, которые оказались в сложной и порой безвыходной ситуации. Тем, кто не понаслышке, знает, что такое быть на грани между жизнью и смертью. Таковы были главные новости к этому часу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами. Всего вам самого доброго и до встречи. Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на «Запт-ТВ». Спонсоры показа – магазины «Интимиссими» и «Кальцедония». Кальцедония и ее уникальный ассортимент. Колготы из кашемиры, купальники, леггинсы, мужская и детская коллекция носков. И даже для самых маленьких модниц шикарные колготки и леггинсы. Итальянские бренды. Магазин «Кальцедония». Торговый центр «Макси». Шилово-Сто. 4 августа в столице края будет небольшой дождь. Ветер северный – 2 метра в секунду. Температура ночью составит от плюс 15 до плюс 16 градусов, днем – плюс 23. Желаю отличного дня. Увидимся завтра на «Запт-ТВ». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!